Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Инновации в барнаульской медицине. Какие заболевания смогут лечить в два раза быстрее? Утренние фильтры. Как отнеслись земляки к тому, что школы и детсады не будут принимать простуженных детей? В ожидании спортивных звездка готовится Барнаул к проведению мировых соревнований по гребле. Итак, сегодня в двух городах края официально стартовал отопительный сезон. Он начался в Барнауле и Заринске. Несмотря на прогноз погоды, до плюс 25 в ближайшие дни откладывать подачу тепла в крае не планируют. В Барнауле подключать дома будут постепенно на протяжении двух недель. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и больницы. Напомним, теперь запуск отопления носит заявительный характер и потому тепло могут дать раньше или позже назначенного срока. Все зависит от требований владельцев квартир. Накануне в Барнаульскую мэрию поступили десятки заявок от социальных учреждений. Среди них перинатальный центр ДАР, несколько детсадов и больниц. Отметим, в Рубцовске пуск тепла начался 17 сентября, а в Бийске отопление дадут в конце этой недели. Тяжелая ситуация с подготовкой к отопительному сезону остается только в Камни-Наби. Из-за нехватки угля там действует режим ЧАЭС. Но в ближайшее время в город планируют направить дополнительные средства и создать в нем новое теплоснабжающее предприятие. К другим темам. Сегодня в Барнауле произошли две дорожные аварии, в которых серьезно пострадали пешеходы. В одном случае женщина скончалась на месте происшествия, в другом пенсионерка с травмами доставлена в больницу. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. Подробности далее. Одна из аварий произошла рано утром в районе Солнечной поляны. Пассажирский автобус сбил 46-летнюю горожанку. Как утверждает водитель, женщина переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора вблизи пешеходного перехода. По словам водителя, все произошло настолько быстро, что он не успел затормозить. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Если водителя признают виновным, ему грозит лишение свободы и водительских прав, пояснили инспекторы. Проводится проверка. Материал будет передан в следственный отдел по дорожно-транспортным происшествиям. Следователь установит виновника дорожно-транспортного происшествия. Еще одно серьезное ДТП произошло сегодня в полдень на пересечении проспекта Комсомольский и улицы Партизанской. Водитель Тойоты сбил пенсионерку. С полученными травмами женщину госпитализировали в первую городскую больницу. Инспекторы ГИБДД отмечают, что в последнее время аварии с участием пешеходов стали случаться чаще. Так, с начала года на дорогах Парнаула погибло 20 человек, в том числе один ребенок. Правоохранители просят всех участников движения быть более бдительными. В гнойном отделении 8-й больницы Барнаула появились два современных аппарата, благодаря которым, заверяют врачи, пациенты с тяжелыми заболеваниями будут выздоравливать в два раза быстрее. Что это за технологии и кому они могут помочь, знает Анастасия Дороган. Новые технологии сменяют привычные перевязки. В отделении гнойной хирургии 8-й горбольницы вместо бинтов в рану помещают специальную губку. Под давлением она выжимает из организма гной. Сейчас этот процесс переживает пациент с флегмона бедра. Воспалением без четких контуров. Эта дренажная трубка из раны соединена с контейнером, который подсоединен к аппарату отрицательного давления. Таким образом, по системе этих трубок в этот контейнер будет отходить их сюда из раны. Если воспалительной жидкости много, прибор работает в круглосуточном режиме. В сравнении с бинтами, которые применяли прежде, сейчас пациент переносит минимум манипуляции, а значит боли тоже испытывает меньше. В этой больнице, где принимают первичных пациентов гнойной хирургии, аппарат приобрели пару месяцев назад. Среди новинок и еще одна технология – управляемая бактериальная среда. Выглядит как надутый пакет, где искусственно ускоряют очищение ран. Все вместе это вдвое сокращает время лечения. С обширным объемом раны больной может находиться и месяца полтора. А здесь мы можем в краткие сроки, примерно в 7-10 дней, сделать эту рану чистой, подготовить к пластическому закрытию. Восстановили кожные покровы и еще дней 5-7 условно можем описать на амбулаторное долечивание. За год отделение принимает около 10 тысяч человек. Это пациенты с воспалительными инфекциями, атеросклерозом, сахарным диабетом. Последник, по словам заведующего отделения, большинство. Все они, как правило, тяжелые больные, но такие технологии уже спасают диабетиков от ампутаций. В целом, подчеркивают врачи, новые аппараты применяют к большинству пациентов. Две трети. Ну то есть вот вы видите, в коридорах больных, которые идут, практически нет. Они почти все лежат. Врачи надеются, что теперь поток пациентов, которым будет оказана помощь, увеличится как минимум вдвое. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Алтайский край вошел в число регионов, которые поддержали федеральную инициативу о том, чтобы не пускать в детские сады и школы детей с признаками простуды. Ну вот, правда, нововведения, которые прозвали утренним фильтром, земляки восприняли весьма неоднозначно. Почему? Расскажет Елена Кузовкина. В Барнаульском детском саду номер 230 строгое правило. Каждое утро малышей, а здесь их более 300, осматривает медик. Уделяет внимание состоянию кожи и головы, контролирует общее самочувствие ребенка. Но если раньше врач замечал незначительные признаки болезни, воспитанник детского сада оставался в группе, то сейчас, согласно постановлению санитарного врача страны, такого ребенка обязаны отстранить. Может быть и остаточные явления, могут быть и аллергические реакции. Если есть показания действительно, неголословные обвинения, то, конечно, я такого ребенка буду вынуждена отправить к участковому педиатру для постановки и уточнения диагноза. Шагом марш! Наверняка каждый родитель знает о физических особенностях своего ребенка, о его сезонных недугах. Аллергический насморк действительно не заразен. Но чтобы со стороны мам и пап здоровых детей не было претензий, необходимо предоставлять в детский сад соответствующие справки. Опять же, воспитатель не вправе отказать ребенку в посещении сада, если родители принесли справку от педиатра, что ребенок здоров. Но всем известно, что далеко не все здоровые дети приходят с такой справкой. Если маме сильно надо, она эту справку достанет. То есть тут вот как бы я не думаю, что глобально решится какая-то ситуация. Мамочки Барнаула разделились на два лагеря. Одни считают, что болеть ребенок должен исключительно дома. Другие уверены, находясь в коллективе, укрепляется иммунитет. Елена Мерещак относится ко вторым. По ее словам, если всех чихающих детей отправлять домой, детские сады придется вообще закрывать. Что нужно делать, чтобы не болеть? Ставить прививки. Вы уже поставили прививки? Да. Кушать всякие витамины, овощи. Так или иначе, постановление главного санитарного врача страны вступило в силу с 1 сентября. Дети с признаками ОРВИ не должны находиться и в школе. Но кто будет контролировать их здоровье? Вопрос. Ведь далеко не при каждом общеобразовательном учреждении есть медицинский работник. Получается, что осмотр придется проводить учителям. Предполагается, что сотрудники Роспотребнадзора научат педагогов выявлять признаки болезни. Но как будет организован этот процесс, нам выяснить не удалось. Мы отправили запрос в региональное ведомство. Елена Кузовкина, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости. К новостям спорта. В эти минуты футболисты Барнаульского Динамо на родном газоне пытаются переиграть оппонентов из дубля Новосибирской Сибири. В случае успеха сине-белые могут подняться с глубины таблицы, куда они рухнули едва начав чемпионат. О турнирных раскладах и о других не менее интересных новостях спорта прямо сейчас Станислав Сергеев. Станислав, ну что там, наша Динамо-то совсем не бежит. Да и не говорите, Кирилл. Вот взять цифры статистики. Семи матчей команда Сергея Шишкина выиграла всего лишь раз. Только вдумайтесь, всего лишь раз. Далее тоже всего лишь две ничьи и сразу четыре поражения. Печально. Единственное светлое, это что было у них в сезоне у барнаульцев, это выступление в Кубке страны. Там все более чем убедительно. Впервые за 27 лет на Алтай приедет представитель высшего футбольного дивизиона страны. Волю жребия это будет Оренбург. Так вот, матч перенесен. Сразу же успокоим болельщиков. Перенесли всего лишь на один день вперед. Итак, запоминайте, это будет 25 сентября. Сместилось и время. Стартовый свисток прозвучит в 17 часов ровно. Здесь болельщики вновь возмутились. Говорят, многие просто не успевают к началу встречи вовремя. Все-таки работа, учеба, важные дела. В Динамо поспешили оправдаться тем, что мачты и освещения не справляются с нагрузкой, если начать позже. Мол, темнеть за окном стало рано. Впрочем, поклонников сине-белых эти факторы с переносом даты и времени, похоже, не смущают. На сегодняшний день уже продано более тысячи билетов. Идем дальше. Заходим в волейбол. Клуб-университет сенсационно отобрал важные очки у серебряного призера чемпионата страны. Матч с Зенитом из Санкт-Петербурга получился зрелищным, драматичным, эмоциональным. Жаль, что битва была в Сургуте. Ведь именно там университет начал поход за Кубком России. 3-2 поражения. Но зато какое! В итоге один балл в копилке студентов. Завершаем! Представлюсь еще раз. Меня зовут Станислав Сергеев. И помните, каждый день это новая возможность. Смысл в том, чтобы выиграть день. Будь победителем! Кирилл, вам слово. Спасибо, Станислав. Ну а я продолжу. В пятницу в Барнауле стартует Кубок чемпионов по гребле на байдарках и канои. Увидеть, как соревнуются между собой гребцы мирового уровня, победители, а также призеры чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, можно будет не где-то в столичном городе, а здесь, у нас, на гребном канале в Краевой столице. Как готовиться к приему гостей в нашем видеосюжете. Это святая святых. Здесь хранятся лодки и канои, на которых будут соревноваться чемпионы, чтобы все соответствовало их уровню. Инвентарь заказывали из Европы. Сейчас здесь 50 плавсредств. В ближайшее время подвезут еще. Стоимость каждого от 5000 евро. Для соревнований взяли на прокат. Потом придется вернуть. Лодочка только с завода. Еще буквально 4-5 дней назад я в ютубе смотрел и искал презентацию этой лодки. И вот она уже здесь у нас. Совсем скоро у нас в Бурнауле соберется полный состав Кубка чемпионов. Гребцы из 25 стран уже пакуют чемоданы. Среди них такие известные люди, как чемпион мира Фернандо Пименте из Португалии. Участник шести олимпиад. 15-кратный чемпион мира Рональд Раухи из Германии. Наш чемпион Александр Дьяченко. Так что лодки подстать тем, кто будет ими управлять. Это канои отличается от своих предшественников тем, что оно стало значительно уже и легче. И именно на этом канои будет на Кубке чемпионов выступать чемпион Европы, призер чемпионата мира этого года, представитель Грузии из Зазы на Дерадзе. Кстати, как нам рассказали, он уже приехал в Барнаул и пока привыкает к необычным перепадам температур от заморозков ночью до плюс 20 днем. Остальные чемпионы еще в пути. И наш грибной канал, который полностью соответствует мировым стандартам, опробуют лишь накануне стартов. Все здесь новое. Дорожки, оборудование, ловушки. Все, что здесь на воде сейчас, это все, вот оно появилось буквально там в конце августа. Сегодня на канале Тихо мы застали на дорожках лишь несколько человек. Все изменится 21 сентября, когда покорять нестандартные дистанции на 100 и 350 метров выйдут чемпионы. Специально для такого уровня соревнований обновили и территорию грибного канала. Травка зеленеет, трибуны новые. Администратор Алексей Петрович смывает пыль с асфальта уже в третий раз, говорит контрольный. Так что блестеть будет не только водная гладь. Татьяна Голубева, Александр Антропов. Наши новости. Традиционно в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эволар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству. Атероклифит. Натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит. Фитотерапия от «Эволар». Почувствуйте разницу. «Эволар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. Похоже, что в край пришло бабье лето. Наконец-то везде вот ясно и тепло. Плюс 16 ожидается в Заринске. Камни на Аби до 20 тепла. В Рубцовске. Плюс 22 в Змеиногорске. В Барнауле ночью плюс 6. Днем до 16 выше нуля. Солнечно. Ветер юго-восточный умеренный. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле у нас прежний – 722 440. Но у меня к этому часу все новости. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»